Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 576. Нам нужно найти значение. Выражение и пункт А. 3,75 деленное на 1,25 минус 0,75. Все это делить на 1,5 и плюс 0,75. Расставим порядок действий. Начало пополняется действие в скобках. Первое действие, второе. Сетем третье действие деления, четвертое действие сложения. Первое действие. 3,75 нужно разделить на 1,25. Нужно в делитель перенести вправо запятую на два знака, то, что получилось число, 125. И в делимом, значит, тоже вправо на два знака переносим запятую. Она оказывается у нас после пятерки. Получаем 3,75 делим на 125 и берем по 3. 3 на 5,15. 5 пишем, 1 в уме, 3 на 2,6. 1 в уме,7. 3 на 1,3. 375 минус 3,75,0. 3 получили в первом действии. Второе действие. Из тройки нужно вычесть 0,75. Уравняем количество знаков после запятой. При вычитании обязательно запятая должна оказываться под запятой. 0 минус 5 не вычесть, у нуля занимаем. Здесь не занять. Сначала у тройки занимаем. После тройки 0, которая становится десяткой. Тогда у десятки мы занимаем. 10 минус 5,5. Здесь у нуля мы занимали. 9 осталось. 9 минус 7,2. Запятую сносим. У тройки заняли, двойка осталась. 2. Третье действие. 2,25 делим на 1,5. Запятую переносим на один знак вправо в делителе. Значит, на один знак вправо и в делимом переносим. И 22,5 делим на 15. Берем по одному. 1 на 15, 15. 22 минус 15 будет 7. И пятерку сносим. Пятерку снесли после запятой. Значит, мы и в частную запятую поставим. И берем по 5. 5 на 5 – 25. 5 пишем. 2 в уме. 5 на 1 – 5. И 2 в уме 7. 75 минус 75 – 0. 1,5 получили в третьем действии. И четвертое действие. 1,5 плюс 0,75. А если уравнять количество знаков после запятой, получится 1,50 плюс 0,75. Когда у нас одинаковое количество знаков после запятой, можно просто выполнить сложение, не обращая внимания на запятую. Получится 225. И два знака запятой нужно отделить, потому что два знака после запятой у нас было в дробях при сложении. И получаем 2,25. Это ответ для пункта А. И пункт В. 14 минус 12,725. Нужно умножить на 12,4. Минус 2,6 деленное на выражение. 11,2 минус 7,95. Расставим порядок действий. И сначала выполним действие с первой скобкой, потом со второй скобкой. То есть первое действие – вычитание, второе – умножение. Дальше опять вычитание и деление. И пятое действие, последнее будет вычитание. Первое действие – 14,0 минус 12,725. Уравняем количество знаков после запятой. После 14 поставим запятую и допишем нули. 5 минус 0,0 минус 5 не вычесть. Здесь занимаем не занять. Здесь занимаем у нуля не занять. Занимаем сначала у четверки. Все нули становятся десятками. 10 минус 5 – 5. Здесь заняли. Девятка осталась. 9 минус 2 – 7. Заняли. Девятка осталась. 9 минус 7 – 2. Запятую сносили. Заняли у четверки. Тройка осталась. 3 минус 2 – 1. 1 минус 1 – 0. 1,275. То есть получаем в первом действии. Второе действие. Нужно 1,275 умножить на 12,4. При умножении все равно, где у нас окажутся запятые под запятую, или не под запятую. Потому что при умножении мы сначала умножаем, не обращая внимания на запятую. И 4 сначала умножим на 12,75. 4 на 5 – 20. 0 пишем 2 в уме. 4 на 7 – 28. 2 в уме – 30. 0 пишем 3 в уме. 4 на 2 – 8. 3 в уме – 11. 1 пишем 1 в уме. 1 на 4 – 4. 1 в уме – 5. 5 умножаем на 12,75. 2 на 5 – 10. 0 пишем 1 в уме. 2 на 7 – 14. 1 в уме – 15. 5 пишем 1 в уме. 2 на 2 – 4. 1 у нас в уме было 5. и 2 на 1 – 2. 1 на 1275 будет 1275. И складываем. 0 сносим. 0. 5 и 5 – 10. 1 на 11. 1 пишем 1 в уме. 5 и 5 – 10. 7. 17. 1 в уме – 18. 8 пишем 1 в уме. 2 и 2 – 4. И 1 в уме – 5. И единицу сносим. И нужно поставить запятую, отделив 4 знака. Потому что в первой дроби было 3 знака после запятой. Во второй – один знак после запятой. А при умножении количество знаков после запятой в произведении суммируется. Значит, 3 знака будет у нас. 1, 2, 3, 4. Отсчитали, поставили. Получили. 15,81. Третье действие. 11,2 минус 7,95. Уравняем количество знаков после запятой. 0 минус 5 не вычесть. У двойки занимаем. 10 минус 5 – 5. У двойки заняли. У одиночки нужно занять. 11 минус 9 будет 2. Запятую сносим. 10 минус 7 будет 3. 3,25. Четвертое действие. 2,6 мы делим на 3,25. Переносим запятую вправо в делители. Получаем 3,25. Значит, и влево на 2 знака нужно перевести. Запятую. На 6,1 знак на недостающем месте мы поставим 0. Запятая. Давайте еще один 0 добавим. 260. Нужно разделить на 3,25. Так как 260 меньше, чем 3,25. У нас в частном получится 0,0. Ставим запятую. Теперь 2600 делим на 3,25. И берем по 8. 8 на 5 – 40. 0 пишем 4 в уме. 8 на 2 – 16. 4 в уме – 20. 0 пишем 2 в уме. 3 на 8 – 24. 2 в уме – 26. 2600 минус 2600 – 0. 0,8 в четвертом действии получили. И пятое действие. Нужно из-за результата второго действия. А это 15,81. Вычесть результат четвертого действия. А это 0,8. 1 сносим, запятую сносим. 8 минус 8 – 0. 5 минус 0 – 5. Единичку сносим. И получили ответ в пункте B. 15,01. Выполнили задание 576. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.